Потом Баракулуфикум, есть такой очень важный момент, многие братья, когда находятся в мечети, слышат Муаздин, за ним повторяют, потом поднимают руки, и все в мечети сидят, дуа дел. Дуа дел, пришло, но не пришло ни одного хадиса, который Баракулуфикум побуждал бы поднимать руки, и также не пришло в описании Пророкса Алсана Сподвижников, что между Азаном и Камой они поднимали руки. И один брат говорит, ну брат, это же дуа, Аллах же на дуа отвечает. Говорит, так ты почему тогда, когда Муаздин дал Азан и говорил, Аллаху маруббаха видау салятул кайма, только что сам порисовал Муаздина за то, что он поднимает руки? Говорит, ну брат, Пророкса Алсана, когда это дуа делал, руки не поднимал, вот точно так же, как Пророкса Алсана в дуа после Азана, руки не поднимал, точно так же в дуа между Азаном и Камой Пророкса Аллаху алейхи вассаляма дуа не поднимал. Поэтому это Мухалифа Сунны Баракулуфикум. У нас правило гласит, о том, что у нас в Баракулуфикуме есть три вида дуа. То есть, именно имеется в виду, что связано с руками. Если посланник Аллаху алейхи вассалям говорил той или иной дуа в определенном месте, в определенное время и при этом поднимал руки, то мы говоря это дуа. В этом месте или в это время поднимаем руки. Так же Баракулуфикум у нас есть дуа, при котором Пророкса Аллаху алейхи вассалям в том или ином месте или в то или иное время давал, делал дуа и руки при этом не поднимал. Если мы в этом месте, в это время это дуа делал, то руки не поднимаем. Третий барак Луфикум, есть у тебя дуа, который не связан с определенным местом, с определенным временем, как за мутлак от дуа, просто дуа. Тут барак Луфикум, сунна поднимать руки. Тут сунна является поднимать руки. 256-й хадис, два промежутка времени, в которые открываются врата небес, при наступлении молитвы, когда встречаются два войска, то есть во время военной битвы. 257-й хадис, а на Айше, Айша, да будет довольный ей Аллах, передается, то есть от Айши. Кана Расулли Аллаху, салаллаху, алейхи вассалям, айдасами, аль-Муаввин, каль, то есть когда пророк, салаллаху, алейхи вассалям, слышал слова Муазина, кали, ва-ана, ва-ана, то есть когда Муаввин Барак Луфикум говорил шахаду, ашхадуан ла-илахлалах, то есть у нас повторение пришло как? Либо ты повторяешь сами эти слова, то ты говоришь, аш-хадон ля-илах-лала, аш-хадон ля-илах-лала, аш-хадон мхаммд расула, аш-хаммд расула, либо говоришь, ва-анна, ва-анна, и я, и я. Именно во время словчего шахада. Это тоже считается повторением Баар-Кулуфикума. Также пришло в некоторых реватиях, ва-анна аш-ат, и я свидетельствую. Ва-анна аш-ат, и я свидетельствую. Это что касается 15 главы Валлаху Али.